Всем привет! Сравнение смартфонов Samsung Galaxy A8 Plus версии 2018 года и Apple iPhone 7. Сейчас эти устройства стоят примерно одинаковые деньги. Samsung Galaxy можем приобрести за 17 тысяч гривен. Это новое устройство на 32 гигабайта. iPhone 7 на 32 гигабайта сейчас продается в ценовом диапазоне от 16,5 до 20 тысяч гривен. Теперь давайте перейдем в сравнение их внешнего вида. Начнем с Samsung. Samsung это цельный корпус, сделан из стекла и металла. Сзади закаленное стекло, спереди также закаленное стекло и металлическая окантовка. Дисплей на передней части диагональю 6 дюймов, над экраном двойная фронтальная камера, разговорный динамик, датчики приближения освещения и LED-индикатор. Слева кнопка регулировки громкости и слот для первой nanoSIM карточки. Сверху слот для второй nanoSIM карточки и дополнительный микрофон. Также этот слот еще для microSD карточки для того, чтобы расширить память устройства. Тут сразу преимущество у Galaxy, потому что он полноценно на 2 nanoSIM и microSD карточку. iPhone только на одну nanoSIM. Справа кнопка включения и прорезь для динамика. Снизу джек для наушников, порт USB Type-C, микрофон. На задней его части находится камера LED-спышка и датчик отпечатка пальцев. iPhone 7 это цельный металлический корпус. На задней части находится камера LED-спышка. На передней части 4,7 дюйма дисплей. Кнопка для управления, которая также служит датчиком отпечатка пальцев. Над экраном разговорный динамик, фронтальная камера и датчик приближения освещения. Слева ползунок для перехода в беззвучный режим и кнопки регулировки громкости. Справа кнопка включения и слот для nanoSIM карточки. Снизу динамики и порт Lighting. Сверху нет ничего. Теперь я покажу, как устройства соотносятся друг с другом. Видим, насколько крупнее Galaxy. Диагональнее его тоже значительно больше. Диагональ экрана. Вот, и теперь включим смартфоны. Сделал я это одновременно. Посмотрим, кто быстрее загрузится. Айфон загрузился чуть быстрее. Что ж, я теперь расскажу о дисплеях устройства. Айфон 4,7 дюйма Retina дисплей. С разрешением 1334 на 750 точек. Это IPS дисплей. У Samsung Galaxy Super AMOLED дисплей. Разрешение 2220 на 1080 точек. Super AMOLED поддерживает 10 точек касания. Материал экрана стекло. Так же, как и у iPhone 7. Так, это закроем. И теперь перейдем к сравнению в синтетических тестах. Откроем для этого Geekbench 4. И поговорим о их технических характеристиках. Начнем с Samsung. Здесь установлен 8-ядерный процессор Samsung Exynos 7885. Это процессор 6 плюс 2. 6 энергосберегающих ядер, которые работают на частоте 1,6 ГГц. И 2 более мощных ядра, которые работают на частоте 2,2 ГГц. Оперативки у него 4 ГБ, встроенной памяти 32, видеоискоритель Mali-J71. Что ж, теперь я покажу вам результат теста процессора. 1525 в 1-дерном, 4415 в мультиядерном. iPhone 7 это 4-ядерный процессор Apple A10 Fusion, который работает на частоте 2,34 ГГц. Оперативки 2 ГБ, встроенной памяти 32 ГБ. И теперь также посмотрим на результат теста. И видим, что превосходит в 1-ядерном тесте более чем в 2 раза. В мультиядерном тесте превосходит в 1,5 раза Samsung Galaxy A8 и iPhone 7. Закрываем. Открытые программы. И теперь переходим к сравнению в интернете. Посмотрим, как быстро загружают странички, браузеры этих устройств. Открываем для этого теста сайт Apple.com. И теперь давайте перейдем вот сюда. Сделаем это одновременно. Посмотрим, кто быстрее загрузит ссылку. Это сделаю быстрее iPhone 7. Возвращаем назад. Переходим на вот эту вот ссылку, iPhone 8. iPhone 7 загрузил быстрее. И на 2-назад возвращает быстрее. Теперь перейдем на сайт Samsung.com. Тоже попытался сделать это одновременно. И вот теперь давайте сюда. Чуть быстрее мне показалось, был в Galaxy. Возвращаем назад. iPhone тут быстрее. Тут iPhone быстрее. Galaxy догоняет. Ну, в общем, видим, что в целом iPhone работает быстрее. Быстрее загружают странички. С точки зрения скорости браузинга, то тут выигрывает iPhone. Но по качеству работы все-таки удобнее работать на Galaxy. За счет того, что у него значительно больше дисплей. Это также касается и просмотра YouTube. Просмотра фильмов на устройстве. Удобнее смотреть на большом дисплее. Идем дальше. Теперь откроем GTA San Andreas. Тяжелую игрушку. Посмотрим, как она работает на максимальных настройках графики на обеих устройствах. Графика на Samsung сейчас стоит по умолчанию и средняя. Делаем графику максимальной. На iPhone сразу уже стоит максимальный уровень графики. Он не настраивается. Запускаем игру. Давайте начнем с Galaxy. Игра на максимальных настройках подтормаживает. Так что играть не очень комфортно. Игра работает на троечку. В принципе, поиграть можно, но такой игры никакого удовольствия не получаешь. Моментально. Игра работает нормально, но большинство времени игра тормозит. Особенно, когда появляются какие-то машины, это очень становится заметно. Чтобы нормально поиграть, нужно ставить графику по умолчанию. Вот такой вот уровень. И тогда игра работает без глюков. И можно нормально насладиться игрой. По-другому не получится, если ставить больше уровень графики. Особо не разгонишься. На айфоне 7. Игра работает идеально. На самой высокой графике. Без тормозов. И в принципе, подобная ситуация будет во многих играх. Многие игры запустятся одинаково. Что на Galaxy, что на айфоне. Например, Asphalt 8. Он будет работать одинаково, что там, что там. Одинаково идеально. Но есть и некоторые игры, такие как GTA San Andreas, которые будут работать на айфоне лучше. Также Assassin's Creed Identity, из тех, что я смотрел, тоже на айфоне 7 будет работать лучше. То есть такая ситуация. В целом, игровой тест выигрывает айфон 7. Закрываем. И теперь поговорим о камере. Камера у Samsung Galaxy основная 16 плюс 8 мегапикселей. Прошу прощения, это фронтальная 16 плюс 8 мегапикселей. Она двойная. А основная камера просто 16 мегапикселей у айфона. 7 камера. 7 мегапикселей фронтальная. И 12 мегапикселей основная камера. Теперь я покажу вам примеры снимков на основные камеры этих устройств. В сравнении. И вы сейчас их увидите. И сможете оценить их качество. Продолжение следует. Что касается автономности, то тут выигрывает Samsung Galaxy A8. Он примерно на 30 плюс-минус процентов работает дольше, чем айфон 7. У него хорошая большая батарейка в 3500 мАч, которая это обеспечивает. На этом все. Спасибо, что посмотрели это видео. Подписывайтесь на канал Максим Мобайл. Комментируйте, ставьте лайки. И ждите новых видео. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok